У каждой стиральной машины есть допустимая максимальная загрузка. Ее производитель обычно указывает на фасаде и дублирует информацию в инструкции. По объему барабана и загрузке хозяйки выбирают подходящую для себя модель. Существует мнение, что чем больше вмещает в себя машинка, тем она лучше. Но на ее долговечность и качественную работу влияет не только вместительность барабана, но и его рациональное его использование. Превышение веса загружаемого белья Мало какая хозяйка знает точный вес вещей и отмеряет их перед стиркой. А из-за желания как можно быстрее справиться со стиркой, некоторые загружают больше допустимого. В итоге со стиралкой происходит целый ряд неприятных процессов. Из-за перегрузки увеличивается вибрация на отжиме, перегревается мотор, так как ему требуется больше мощности, чем предусмотрено производителем. Есть риск, что белье не простирается или не прополоскается до конца, увеличивается расход воды и электроэнергии. Перегрев мотора в большинстве случаев приводит к короткому замыканию, а это риск пожара. Поэтому производители не рекомендуют закладывать больший вес, чем указан в инструкции. Еще один важный момент при закладывании белья. У каждой программы есть своя допустимая максимальная загрузка. И полная загрузка обычно есть только у режима стирки хлопчатобумажных изделий. В остальных случаях рекомендуется закладывать треть или половину от нее. При режимах с деликатной стиркой и шерстяных вещей производитель обычно указывает объем в треть от максимального. Для экспресс-стирок допустимо загружать на половинчатый объем. Это связано с тем, что машина за 15-30 минут не способна качественно выстирать большой объем. Расчет веса белья перед стиркой. Чтобы быть уверенным, что машина не перегружена, необходимо заранее знать вес вещей. У современных стиральных машинок есть функция автовзвешивания. С этой функцией на дисплее машина будет указываться весь загружаемых в барабан вещей. Если такой функции в машине нет, то стоит запомнить или иметь при себе памятку. Сколько примерно весят основные вещи? Наволочка. 200 грамм простынь. 500 грамм пододеяльник. 700 грамм полотенца банная. 500 грамм скатерть. 500 грамм носки и нижнее белье. От 50 до 200 грамм блузки и рубашки. От 100 до 300 грамм футболка. 150 грамм джинсы. 300-800 грамм брюки. 200-700 грамм платье. 300 грамм свитер. 150-600 грамм куртка взрослая. 900-700 грамм куртка детская. 400-800 грамм халат. 300-500 грамм детские вещи. 300-300 грамм максимальный вес загружаемых вещей. Приведенная таблица применяется для вещей в сухом виде. Загрузка в стиральную машину меньшего количества белья. Бывают и обратные ситуации, когда необходимо постирать 2-3 вещи, которые весят в общей сложности меньше 1 килограмм. Многих не смущает такой вариант стирки, но загрузка небольшого объема также негативно влияет на работу стиральной машины. Что будет, если в стиральную машину загрузить больше белья? Во-первых, расход воды и электроэнергии у машины все равно будет слишком высоким. Современные модели с автовзвешиванием могут корректировать расход, но он все равно будет превышать необходимый. Во-вторых, при загрузке меньшей нормы у машины будет сильная вибрация от пустого барабана. Это также влияет на износ подшипников и мотора, как и перегруз. И в-третьих, стиральная машина может просто не понять, что в нее загружены вещи и нарушить режим стирки. Обычно это проявляется в слабом отжиме или недостаточном полоскании. Не стоит сразу вызывать мастера. В большинстве случаев достаточно просто больше загрузить в машинку вещей, чтобы в процессе стирки не возникало проблем. Производители рекомендуют загружать в барабан как минимум от 1 до 1,5 килограмма вещей. Это гарантирует правильную работу агрегата и минимальный износ деталей. Как правильно загружать вещи в барабан на производстве? Каждую машину проверяют на максимальную загрузку. Для этого в барабан складывают обрезки толстой и плотной ткани, чтобы вес был максимальным или превышал его. В итоге барабан остается наполовину пустым, но по весу загружен до предела. Но в повседневной жизни редко кто стирает вещи из тяжелых тканей. Обычно перегруз возникает от большого количества постельного белья или стирки верхней одежды. При загрузке барабана рекомендуется придерживаться следующих правил. Если необходимо постирать объемную вещь – плед, пуховик, пальто. Его загружают в машину вместе с парой-тройкой легких и маленьких вещей. Если стирать один пуховик, он собьется в ком и машинке будет сложнее его прополоскать и выстирать. Даже если общая вес загружаемых вещей не превышает максимальный, не стоит засовывать в барабан все до предела. Там должно оставаться место на свободное вращение и отжим. Дверца машинки тоже должна закрываться легко. Нижнее белье или другие деликатные вещи лучше стирать в специальных мешочках. Это уменьшит износ одежды при отжиме. Под одеяльники, наволочки перед стиркой лучше выворачивать наизнанку и убирать крупные ворсы перья. Это уменьшит риск загрязнения фильтра. Про карманы тоже не стоит забывать. Монетки, карандаши и ключи могут нанести барабану непоправимый урон. Или даже окрасить вещь. Все молнии и пуговицы желательно застегнуть. Нет никаких сложных правил в эксплуатации стиральной машины. Достаточно заранее распределить объем стирки на несколько подходов, не превышать норму и проверять вещи перед загрузкой. Это уменьшит риск преждевременных ремонтных работ и трат на покупку новой машины.